Зелёный остров Зелёный остров поможет вам в 2016 году получить эти самые высокие урожаи. Правда, Николай Милович? Поможет передача? Да, здравствуйте. Я думаю, что обязательно. Да, я думаю, что наши телезрители узнали. Гость сегодняшней передачи Николай Данилович Балуев. Так, Николай Милович, вы знаете, я тут в начале передачи решил написать вопросы, которые мы с вами обсудим. Вот сейчас оператор покажет эти вопросы, и вы их видите. Что здесь написано? Погода. Да, вот написано погода на одной бумажке, а все остальные бумажки чистые. Поэтому, знаете, давайте так поступим. Мы с вами, ну, по традиции, обсудим, какая у нас там погода. Помогает она нам получить высокий урожай или наоборот препятствует. А вот потом тему вы выберете сами. Годится такой вариант? Хорошо. Начинаем с погоды. Итак, погода. Способствует она нам? Или наоборот, она готовит нам какие-то неприятности? Если посмотреть по количеству снега, по-моему, у нас давно такого не было. Количество его. Это хорошо? Хорошо, все укрыто у нас, все культуры, все прекрасненько, ровненько. Перепадов особых не было, я считаю. Растения у нас сейчас в глубоком покое, и волноваться нам не о чем. Вот давайте немножечко вспомним декабрь. В декабре у нас было несколько оттепелей. Вот эти оттепели растениям не навредили случайно? Да, я думаю, что нет. Они как бы не успели выйти там из покоя. А вот нынешняя погода, она закалила уже все, и растения вошли в глубокий покой. А растения сейчас находятся в глубоком покое, значит, и вот эти вот провокационные оттепели, они не вывели их. Хорошо. А морозы начала года, они были не очень сильными? Ну, они были очень сильными, но, я думаю, повреждения они не сделали. Ага. Итак, сегодня мы можем констатировать, что в погоде не произошло ничего такого, чтобы мы беспокоились за зимовку нашего сада. Я правильно понял? Да, правильно. Ага. Ну, я вообще действительно здесь делал такие замеры. В этом году, вы знаете, невероятно, невероятно медленно идет промерзание почвы. Если на середину января обычно почва у нас промерзает где-то уже на 40-60 сантиметров, вы знаете, сейчас промерзание почвы всего 20 сантиметров. Крайне, крайне низкое. Вот как раз, я думаю, что это из-за вот этого вот высокого снежного покрова и теплого декабря. Да. Так, Николай Данилович, ну, а теперь вот вы ответите вот на эти самые вопросы. Итак, какую бы тему вы хотели обсудить? Вот что сейчас для садовода очень важно? Что актуально? Ну, я думаю, сейчас вот многие захотят посмотреть, а что там со снежком в саду, все равно туда хочется пройти, посмотреть. Ну, и так будем говорить, какие-то работы наметить. Да, и какие-то работы наметить. А какие-то работы провести уже можно в саду? Ну, вот на вашем любимом винограде. Давайте так. Значит, я думаю, что сейчас трогать ничего не надо. Ну, как же, ну, руки-то чешутся, ну, хочется от чего-то отгрести, куда-то набросать, там, у соседа взять лопатку, или, наоборот, соседу перекинуть через забор лопатку. Были у нас такие рекомендации, но в этом году они не актуальны, то есть они не нужны. Снег лежит ровненько. Ровненько, достаточно, все. Значит, что-то где-то откидывать, если мы возьмем виноград, и если он где-то там вдоль дорожек, как правило, у нас растет, то, я думаю, не стоит его тревожить, не стоит ходить. Так, ходить по дорожке даже не стоит? Даже не стоит. Ага, вот подробнее. Почему? Значит, чтобы нам потом не подморозить корневую систему. Вот тогда еще раз поясните. Вот я хожу по дорожке, и за счет этого вдруг подмерзает корневая система. Вот давайте все же это самое. Все же, да, поконкретнее. Потому что я думаю, что здесь нужно... Уплотнили снег, значит, его теплопроводность снизилась, соответственно, и мы же не знаем, что у нас дальше будет. Как там обещает зима, то все равно еще может быть. Ага, то есть утоптанный снег, он хуже. Да, теплопроводность. Укрывает почву и может промерзнуть почва в этом месте. Это актуально только вдоль дорожек или где-то еще нужно учесть, вот где нам желательно не ходить, где нам желательно снег не брать, никоим образом не нарушать этот снежный покров? Ну, это касается вдоль теплиц, вдоль строений всех, там, хозяйственных домиков и прочее. Если рядом какие-то сидят культуры, растут. Угу. Ясно. Для того, чтобы не подморозить корневую систему, лучше на участок сейчас не приходить. Копим энергию, потом мы найдем ей применение. Так, вы знаете, все же, вот давайте немножечко вот тему винограда мы затронули. Вот на этих длинных-длинных новогодних каникулах. Я открыл там очень интересную статью уральского известного виноградаря и прочитал. Он говорит, вот у меня 180 кустов винограда, а вот высаживать я их рекомендую. Вы копаете посадочную яму, метр на метр, метр в глубину. Вы представляете, 180 кубических метров земли выгодят, да? На треть заполните дренажом, потом внесите перегной в каждую лунку, внесите там кости обожженные там животных. Я представляю, сколько это животных. Вот давайте, у нас все же посадка уже не за горами, вот немножечко такие вот моменты по винограду. Ну, я считаю, немножечко это глупо в нашей зоне. Немножечко глупо, хорошо сказано так. Значит, и тот же известный виноградарь, кстати, там в своих фильмах показывает виноград, которому там 3-5 лет выкопанный, а корней-то у него нет. То есть этот метр в нашей зоне виноград не осваивает. И поэтому, я считаю, это лишняя работа. Ну, а дренаж, он же там для того, чтобы дренаж поглубже закопать, чтобы подопревания не было. Значит, я с этой проблемой сталкивался лет, наверное, еще 20 назад, начитался, сделал дренаж, вот, сделал трубки поливные, это было так красиво, хорошо. Ну, и результат был такой, что у меня виноградник замерз. Замерз, как мило. Почему? Вот вы проанализировали, почему это произошло. Сделали все, вроде бы, как в книжке написано. Да, по науке. По науке. И виноград замерз. Вот хорошая мысль. Так, как вы думаете, почему это произошло? Значит, как раз на дренаже скапливается влага. Если у нас идет очень сильная промерзача... Стоп, стоп, стоп. Дренаж, он для того и предназначен, чтобы сбрасывать лишнюю влагу. Ну, не в нашей зоне, я считаю. Значит, у нас он заиливается очень быстро. А, заиливается. Да, и вода практически там, наоборот, создается блюдце водяное. А, то есть с дренажом здесь надо... Хорошо. Ну, Николай Иванович, давайте тогда все же подробнее. Ну, а если участок расположен в пониженном месте, вот где скапливаются талые воды, где после сильных дождей летом скапливается вода, виноград же может подопреть. Вот как на этих-то участках быть, если вы говорите, что дренаж не помогает, не очень-то и хорошо работает. Что делать? Просто отводить воду, то есть какие-то там канавки копать, трубы некоторый народ вкапывает, это тоже нормально для отведения воды. Ага. Ну, а есть такая рекомендация на холмик посадить. Вот как вы к такой рекомендации относитесь при посадке винограда? Ну, это не лучший вариант. На холмике у нас хорошо абрикос растет. Ага, к абрикосу чуть позже, давайте про виноград все же. Значит, на холмике у нас получается подмерзание в зимний период, то есть корни... А, холмик, он быстрее промерзает, а у винограда самое слабое место – корневая система. Да, самое слабое, у нас корневая система там минус 5 выдерживает, а мурцы минус 8, там до 10, и холмик промерзает быстрее всех. Ага. Ну, значит, дренаж нельзя, на холмике промерзает. Что делать-то? Ну, что делать тогда, все? Без надега полная? Нет, на ровной поверхности, значит, и укрытие, ну, даже если это и холмик, укрытие можно сделать. Дополнительное. Дополнительное. Вот этих самых обожженных костей крупного рогатого скота. Вот вы что-то еще дополнительно вносите? Значит, я считаю, что вносить дополнительно не имеет смысла, потому что корни туда просто не доберутся. Ну, в верхний слой? В верхний слой желательно все это делать. Ну, я имею в виду перегной внести, там кто-то удобрение вносит. То есть, это все нормально, это все хорошо, но это все ненадолго. Значит, вот мы потихонечку к земле подходим. Значит, у нас очень много участков, где вот эксплуатируется она там 40 лет, 50, вот Мичурина. А, я уже понимаю, к чему вы, к чему вы видите, уже структуру почва потеряла и не удерживает ничто. Ни влагу, ни питательные вещества. И что же? Значит, все рекомендации у нас сводятся к тому, вносим перегной. Значит, перегной мы вносим, мы этим просто землю разрыхляем. То есть, она становится вообще не влагоудерживающей. То есть, вода уходит… Да, но все равно влагу она держит не очень хорошо. Не очень хорошо. А как влагу удержать? Значит, глину добавляем. Глину добавляете? Тогда давайте подробнее. Вот эта рекомендация у нас в передаче явно звучит в первый раз. Во-первых, откуда берем глину? Ну, глину у нас взять, найти, то есть… Ну да, наверное, где там теплотрассу ремонтировать, много глины надо. Ну, скажем, на тот же куст винограда. Вот есть ли на участке песчаная почва, вот обесструктуренная? Ну, я считаю, даже ведра глины вполне достаточно. Ну, единственное, там условие, нужно хорошенечко размять, растворить, то есть, чтобы она была в форме песочка. А, то есть, вы ее высушиваете, измельчаете, а потом вносите, чтобы она… А потом ее уже вносим в спирт. Да, чтобы не просто так ведро бульк туда, и все, и она в одном месте лежит. То есть, мы вот эту структуру почвы улучшаем для влагозадержания. Ну, а здесь, знаете, Николай Владимирович, я видел, как виноград растет там в Армении, как виноград в Крыму растет. Вот там, где вообще-то растет виноград, ну, почвой это можно назвать там с большим трудом. То есть, это что-то такое глинистое, когда это высыхает, это вообще превращается в нечто похожее на бетон. А у нас все наоборот. А мы наоборот, ему вот все так это порыхлее, все так это посвободнее. Так, хорошо, Николай Владимирович, обсудили мы достаточно такие вопросы серьезные, но это вопросы, с которыми мы столкнемся там, ближе к посадке, ближе к лету. Ну, а сейчас? Сейчас чем занять садовода? Значит, сейчас занять садовода уже есть чем. У нас приближается время посева на рассаду. И поэтому... Как приближается? Вот прям совсем уже приближается? Уже завтра? Или еще чуть-чуть подождем? Нет, подождем. Марта месяца, конца февраля. Но для того, чтобы посева заработала, ее уже, в принципе, можно приносить домой. О! Важный момент. Дело в том, что вот если мы принесли почву сразу, ну, с балкона занесли, или купили в магазине, она там тоже сейчас на складах промороженная, и сразу на следующий день, когда она оттаяла, произвели посев семян, она будет неживая, она мертвая. Почва мертвая, и, в общем-то, мы столкнемся сразу с кучей проблем. Вот эта рекомендация чрезвычайно важная. Примерно за месяц, можно за полтора месяца до посадки землю желательно принести. Кстати, температура высокая нужна, чтобы почва ожила? Ну, хотя бы небольшая плюсовая. Небольшая плюсовая температура. Можно даже не 20-22, как в комнате, можно где-то найти прохладное место. Нет, там 3, 5, 7, 8 градусов. Этого достаточно, почва заработает. Но ее еще можно подстегнуть, то есть заставить поработать. А, дополнительно, как ее подстегнуть и заставить поработать? Ну, гуматами полить, значит, там экстрасол, что еще у нас там много чего. Ну, экстрасол – это немножечко другой препарат. Это препарат фунгицидный, да? То есть вы говорите, что мы стимулируем развитие микроорганизмов и подавляем одновременно всякую черную ножку, фузариоз, вертицелез и прочие проблемы. Обеззараживаем от него. Обеззараживаем. Да, действительно, в продаже есть достаточно много препаратов. Тот же аллерин, тот же гомаир, тот же триходермин, тот же экстрасол, тот же фитоспорин. Любой покупаем. Главное по инструкции, главное никакой самодеятельности. Там еще другой, у нас вот сейчас продают готовые почвы, там бывает много сорнячков. То есть вот они успеют прорасти, мы их увидим. Ага, потом перемешали и, в общем-то… Да, чтобы не спутать со всходами. И все, и почву таким образом подготовили. Так, Николай Ильич, немножечко отдохнем, и вы тут что-то заикались про абрикосы. Вот давайте посмотрим, какие они были в этом году, как они цвели, как они плодоносили. А потом на эту тему поговорим отдельно. Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот эти кадры, которые вы только что увидели на своих экранах, это кадры плодоношения и цветения абрикоса в уходящем году. Кстати, Николай Ильич, как вы думаете, это был для абрикоса удачный год? Да, я считаю, очень удачный, очень такой хороший. Кстати, а как часто у нас случаются вот такие вот удачные на урожай годы по абрикосу? Ну, получается, за пять лет три года. Три года мы что, с урожаем или без? С урожаем. С урожаем. Ну, в общем-то, я считаю, что это, наверное, неплохо. У нас и по яблоне в среднем, вот где-то в пять лет мы получаем три урожая. Тоже три урожая. Так, Николай Данилович, ну вот абрикос – это такая культура, вот несмотря на то, что у нас его очень много, тем не менее, я знаю, что у нее есть очень серьезная проблема. Вот вы подумали о том же, о чем я подумал. Какая это проблема? Ну-ка. Это подопревание корневой шеи. Правильно, я подумал абсолютно о том же самом. Итак, подопревание корневой шейки. Вот если мы с этой проблемой справились, все остальные проблемы уже крайне незначительные. Вот, коротко, ваши секреты. Что сделать, чтобы абрикос на участке не подопрел? Значит, что сделать? Ну, первое, наверное, если на участке все-таки влага задерживается, то есть, если это влажный участок, ну, наверное, от абрикоса стоит отказаться. Это первое. Рушится. Да. Ну, не стоит мучить это растение. Значит, второе. Ну, а если очень хочется, вот участок сырой, ну, люблю я абрикосы. Ну, есть выход есть. Ну, давайте, давайте, давайте. Выход есть такой, что, значит, сажаем его на очень большом холмике. Вы сказали, виноград на холмике нежелательно. Корневая подмерзнет, а вот абрикос на холмике можно. Корневая не подмерзнет у абрикоса? Значит, у абрикоса корневая, наверное, самая выдающаяся у нас на Урале. По зимостойкости. По зимостойкости. Она выдерживает выше 20 градусов, минус. Да, 20 градусов. Даже у сибирской яблони. Там 8. Ягодная. Так, там всего 18 градусов. Да, там, в общем-то, да, действительно. Зимостойкость очень высокая. То есть, не боимся подморозить корневую. Не боимся, абсолютно. Абсолютно. Сажаем и все. Дальше. Еще один секрет, чтобы меньше было подопревания, это самые верхние корешки оставляем наружу. То есть, не заглубляем. А, когда высаживаем саженец, да, делаем так, чтобы часть корней вообще на поверхности почвы была. Я ничего не перепутал? Нет. Ничего не перепутал? Вот корешки прямо на поверхности почвы. Как бонсай вот. А, как бонсай высаживаем. Да. Это помогает борьбе с подопреванием. Да. Это, ну, гарантия довольно-таки хорошая. Что не будет подопревания. Дальше. Выбираем место, где меньше всего снега. Ага. Ну да, об этом мы уже говорили, это мы уже вспоминали. Так, снега поменьше. А, вообще, как к воде абрикос. Вот вода же, по-моему, как раз вот избыток влаги вызывает подопревание. Да, значит, у нас, наверное, мало кто помнит, что абрикос это вообще засухоустойчивое растение. Одна из самых засухоустойчивых культур. Да. И, кстати, показатель. Вот сады-горняки, которые там слой земли насыпали там машинами. Небольшой? Да, небольшой. И дальше разборная скала. Водичка уходит. И там, кстати, самый лучший абрикос. Да, действительно, у нас в саду-горняк вот в этом году к нам приезжали селекционеры из Челябинска. И они обследовали наши сады. И ввожу их по саду. Они что-то вот такие все более грустные, грустные. Я говорю, что так не понравилось? Они говорят, да нет. Говорят, наоборот, все очень понравилось. Единственное, мы, говорит, это не можем понять, говорит, а чем мы столько лет занимались? Вы, говорит, тут в селекции, в народной селекции достигли гораздо больше, чем научные учреждения. Абрикосы, действительно, в Магнитогорске, запомните, абрикосы у нас одни из лучших в стране. Вот, вы знаете, по другим культурам там еще можем там спорить. Абрикос у нас, ух, какой абрикос у нас. Пора объявлять столицей. Да, пора столицей, вообще говоря, объявлять не только черной металлургией, но и абрикосов. Кстати, Николай Данилович, а когда наступает подопривание? Когда мы сталкиваемся вот с этой главной проблемой? Значит, основное у нас подопривание происходит весной, при таянии снега. Поэтому там есть одна хорошая рекомендация. Это конец февраля, начало марта мы убираем снег от стволов. Ага, да, ну а про это садоводы уже многие. Помнят, только весной подопривает он. Нет, есть еще и летнее подопривание. Еще и летнее подопривание. Вот давайте об этом чуть-чуть, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Вот чуть-чуть подробнее. Значит, абрикосам нужна влага весной. Весной, как правило, ее хватает от снежного покрова. Да, затем влага нужна в момент созревания ягод. Ну, наверное, налива, не созревания. Если созревание, Николай Дадимович, ой, вы ошибаетесь, там растрескаются они. В момент налива. И после этого, как там многие говорят, складываем шланги, убираем их. И никаких поливов, да? Никаких поливов. И подопривания не будет? Нет, вот в этот момент, как раз летнее-осеннее, есть вторая волна подопривания. А, то есть еще есть и летнее подопривание. Что нужно сделать? Так, значит, с поливом очень аккуратненько. И все? Нет, не все. Ну, давайте. Вот давайте последний совет на сегодняшнюю передачу. Заключительный. Значит, под абрикосами нельзя ничего сажать. Там нужна черная зима. Еще раз, еще раз. Под абрикосами нельзя ничего сажать? Да, никаких этих самых дополнительных, как мы любим, и плотнее не делать. А, я понял. Ну, чтоб там это. Вот под яблоньку мы еще там помидорчик спрятали, капустку спрятали. Да, цветочек какой-то. Цветочек какой-то посадили, да? Под абрикосами это делать нежелательно. О, вот давайте на этой рекомендации мы сегодня остановимся. Вы знаете, кстати, Николай Ильич, я никогда не задумывался над тем, что бывает летнее подопревание. Один из приемов, что под абрикосом никаких уплотнений. Кстати, а на каком расстоянии? По периметру кронный или там вообще как? Вообще ниже. Ну, хотя бы в радиусе метра. Хотя бы в радиусе метра. А лучше полтора метра. Просто содержим перекопанную почву, поддерживаемую в рыхлом состоянии. Да, она выветривается, подсыхает хорошо и прочее. И последний, наверное, совет, это осенью можно обработать этими самыми медсодержащими препаратами. А, фунгицидами. Итак, уважаемые телезрители, время передачи подошло к завершению. Я благодарю вас за внимание, жду вас ровно через неделю. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»